Сильные ли были те миссионеры, кого канонизировали, через кого и наверху пришли к православию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Довольно часто обращали чудом, исцелением или страхом, что убьют их в кого. Кто так поступал, у тех это было не миссионерство, а насилие над свободой в человеке. Бог жаждет свободного человека найти, и потому зовет его, у человека всегда есть выбор. Матфея 11, 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Иоанна 7, 37. Иисус возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кавычки закрыты. Симеон Юродивый. День памяти 21 июля. Седший там, святой играл на свирение лимолитву преподобного отца своего Никона, который у того научился, и выгнал ею оттуда беса. Бес же, приняв образ малого страшного эфиопа, побежал в овощницу и всех там перепугал, и всю посуду перебил. Когда Симеон возвратился, то увидел жену овощника, испуганную и унывающую. Она рассказала ему, какой-то мурин страшный, яростный, низкого роста, быстрого шефа, всех нас перепугал, всю посуду перебил. А святой сказал ей, это я послал его на вас за то, что вы не присоединяетесь к святой церкви. А они держались в ереси и вира. Женщина хотела было схватить уродивого и бить, но он, нагнувшись, захватил горсть земли, бросил ее в лицо и залепил землей глаза, крикнув ей, воистину не схватишь меня, пока не присоединишься к моей церкви, а если не захочешь присоединиться, опять придет к вам мурин. С этими словами убежал из того дома, на другой день опять тот же час бес, как и накануне, в образе Ефиопа вошел в то же овощное хранилище и сделал то же, что и первый раз. Тогда все живущие в том доме немедля присоединились к православной церкви. Тот еврей, так как Бог указывал ему путь ко спасению, видел раз моющегося от старца и двух ангелов с ним беснующих, и, поняв, что он угодник Божий, хотел объявить о нем то, что видел в народе. Святой же, явившись ему во сне, запретил кому бы то ни было рассказывать виденное. Еврей же на утро вышел на площадь, не был в состоянии сохранить тайну, но когда он хотел обратиться к народу с рассказом о Симеоне, тотчас явился ему святой и коснулся его уст, изображая на них крест, и сделал его немым, а сам бежал от него, скачая и играя среди народа. А жидовин оставался немым. Тогда он пришел к святому, кланяясь и, поматывая головы, показал ему, что он должен креститься. После во сне старец явился ему, говоря, или крестись, или оставайся нем. И так крестился еврей, и когда вышел из святой купели, тотчас стал задеть языком и начал прославлять Бога. Тогда привел он ко святому крещению всех своих домашних. Александр. День памяти 30 августа. Когда философы собрались в большом числе и изъявили желание все одновременно вступить в прение с христианским епископом, то святитель предложил им избрать из своей среды одного более мудрого и красноречивого философа и поручить ему вести прение. Остальные же философы могли слушать прение. Невозможно рассуждал святой Александр одному человеку переговорить вас всех, кричащих и возглашающих. Философы выбрали из своей среды одного, кого считали более мудрым и представили его святителю, а сами приготовили слушаться вниманием. Начиная прение, святейший патриарх Александр сказал тому философу именем «Господа моего Суха Христа, повелеваю тебе умолкнуть». И тотчас у философа отнялся язык, он стал немым, так что не мог сказать ни одного слова. Тогда все собрание философа пришло в страх и стыд, так что одни из них бежали с позором, а другие уверовали во Христа. Философ, уже лишившись дара слова, дал знаками понять, что он признает как свое заблуждение, так и правоту веры христианской. Потом он припал к ногам святителя и тотчас освободился язык его от немоты. Он начал во всеуслышание прославлять Господа нашего Иисуса Христа, после чего был крещен вместе с прочими друзьями своими. Свобода, равенство и братство. Мы выучили это наизусть. Всем поровну и в этом наше счастье. Кому что нравится, он выкоряет. История земли и любого государства не из свободы, а сплошное рабство. Мы все, все до единого на свете овцою блеем или волков боем. Нас захватило, тянет общей сетью. Из золота, из соломы строим. Свобода, речь, конечно, не о теле. Да мало ли, что пьяну захотели. Свободным от греха, дурных привычек, в избрании добра, призвании Бога, к причастной чаше, равна царь и нищий. Да равных богатыри или убогий. Нередко здесь совсем наоборот. Лохмотье. Впереди Порфира за порог, обещанное братство. Где оно? В могиле братской. В крике демонстрации. Мы братья во Христе и в церкви мы одной. Все граждане в одном небесном царстве. В одно крещение с погружением верим. Сюда не вхожа никакая ересь. Мы переучимся иначе понимать. Масонский лозунг о свободе братстве. Все братья и сестры. Церковь наша, мать. Мир для меня и я для мира распят. И в этом суть. Все так и не иначе. Сумеем лозунги в себе переиначить. Сумеем лозунги в себе переиначить. Волк учится овцой и кроткой блеет. Овечьи шкуру на себя напяли. Так опор кист и бороду приклеит. В нас тычат растопыренные пальцы. А овцам под волков косить не нужно. Нам петь не из царской чаши, из бужи. Игнатий Тихонович Лапкин. 3 июля 2003 года.